Добрый день, ребята! Следующая идёт у нас сказка Гуси. Мы уже с вами читали в другой книжке волшебные сказки, поэтому посмотрим только картинки. Это точно такая же сказка. Я ссылку сделаю внизу под фильмом. Мы только посмотрим картинки с вами, видите? И также домик Бабы-Яги, и также Бабы-Яга. И убежали девочка с братом, домой прибежали. Всё закончилось хорошо. А следующее теперь у нас Умей обождать называется. Сказка-потешка такая. Умей обождать. Жили-были себе брат да сестра, петушок да курочка. Побежал петушок в сад и стал зелёненькую смородину. Клевать. А курочка говорит ему. Не ешь, Петя, обожди, пока смородина поспеет. Видите, какая курочка? И брат у неё петушок, ох, какой красавец, стоит и кушает смородинку. Петушок не послушался, клевал да клевал. И наклевался так, что на силу домой добрёл. Ох, кричит петушок, беда моя, больно, сестрица, больно. Напоила курочка. Петушка мятую положила в торчичник. И прошло. Видите, не послушался, наелся и живот заболел. Выздоровел петушок и пошёл в лес. Бегал, прыгал, разгорелся, вспотел, побежал к ручью пить холодную воду. А курочка ему говорит. Не пей, Петя, обожди, а то простудишься. Не послушался петушок, напился холодной воды. И тут же стала бить его лихорадка. На силу домой курочка довела. Прибежала курочка за доктором. Прописал доктор Пете горькие лекарства. И долго пролежал петушок в постели. Выздоровел он к зиме и видит, что река льдом покрылась. Захотелось Пете на коньках покататься. А курочка говорит ему. Ой, обожди, Петя, дай реке. Совсем замёрзнет. Теперь ещё лёд очень тонкий, утонешь. Не послушался петушок сестры. Покатился по льду. Лёд проломился, и петушок болтых в воду. Только петушка и видели. Видите, какой петушок непослушный. А курочка она старшая, она знала больше. Поехал по тонкому льду на коньках. Лёд сломался, и всё. И утонул бедный петушок. А это у нас следующее стихотворение. Следующая сказка. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Я жду. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...